Всем привет! С вами снова Евгения Саженцева, психолог-практик и богослов по образованию. Мне вновь пришло письмо с полным непониманием того, о чем я записываю видео. Мне написали, побольше говорите об Иисусе, что Он всех-всех прощал, и фарисеев прощал, и всех прощал. И нам нужно брать с него пример и прощать нарциссов. Давайте снова будем говорить о том, что я уже говорила много-много раз. Видимо, это люди не понимают. И я отчасти вас-то понимаю, откуда у вас эти мысли. Потому что я сама тоже эмпат, я сама тоже склонна всех прощать. Я склонна к тому, чтобы давать человеку миллион шансов. Но, когда вы встречаете нарциссов, вы должны пересмотреть все свои взгляды на жизнь. Иисус Христос действительно всех прощает. Он прощает и разбойников. Давайте заметим, что первым в рай вошел разбойник, который что? Который покаялся и уверовал в Господа. Но что такое фарисеи? Это люди, которые отвергают спасителя. Господь бы мог простить фарисеев и нарциссов. Но они сами не хотят спасения, понимаете? А Господь уважает волю человека. Если человек по своей гордыне выбирает сознательно сатану и ад, то тогда вы, прощая этого человека, тоже выбираете ад. Почему? Потому что вы занимаетесь спасательством людей, которые будут вас шаг за шагом погружать в свои страсти, которые будут вас уничтожать морально. Вы стремитесь к тому, чтобы всех прощать. У вас этого дара, так скажем, и так достаточно, понимаете? А остальные сферы своей души вы не развиваете. Такие, как осознание того, что у вас должны быть личные границы. У вас должно быть чувство самосохранения. Ну, пожалуйста, распнитесь на кресте ради какого-то, например, морального урода. Но я не уверена, что это любовь. Если вы будете отдавать свою жизнь человеку, который отвергает Христа в своей гордыне, и тем самым он выбирает сатану. И вы, общаясь в его обществе, становитесь сопричастниками распятия Христа. Мы выбираем круг своего общения, и тем самым мы выбираем, к чему мы в жизни будем стремиться. И фарисеи, которые по своей гордыне отвергают Спасителя, не идут в рай. Сдайте себе вопрос просто, с кем вам по пути? Кто будет вашим спутником по жизни? Человек, например, который стремится с вами вместе к краю? Или человек, который в своем бесновании отвергает свет, веру и все, что есть спасительное для нас. Поэтому Господь дает нам всем выбор, с кем мы будем после смерти. Если мы выбираем Бога, то мы должны создавать свой круг общения из тех, кто идет с нами по пути. Я не знаю, как вам еще объяснить такую простую вещь, что Господь бы мог простить нарциссов, но нарциссы сами не хотят спасения. И когда они ненавидят Господа, Он не может их спасти. Спасение совершается в синергии двух воль. Воли человека и воли Бога. Только так. Потому человек, который сознательно ненавидит Бога и идет в погибель, не может быть вашим другом. И спасать его бесполезно. И тем не менее, Господь каждому дает шанс спастись. Господь действительно всех прощает и всех любит. Но любит ли Бога нарцисс, большой вопрос. Даже если нарцисс входит в храм и якобы является верующим человеком. Но если в сердце его укорененная гордыня, то тогда человеку практически невозможно помочь. Об этом писал и святитель Игнатий Брянчанинов о прелести духовной. Когда человек никого не хочет слышать, когда он застрял в своих ересях, допустим, в своем представлении о том, что он святой. И в конечном итоге он идет за руку с сатаной. И никак не с Богом. И я с такими людьми общалась, которые мне говорили, что Иисус это убийца. И если бы я был в тот момент, когда его распинали, то я бы его сам своими руками распял. Это, говорил, человек, который ходит в храм, который мнит себя истинно верующим и порядочным человеком, который хочет быть в раю, но в своем сердце укоренился в станинских мыслях, которые своими устами произносят бесовские мысли ненависти к Богу. или если не произносит, то носит в своем сердце. Спасется ли такой человек, ненавидящий Иисус? Нет. Вы можете и дальше прощать этих людей, пожалуйста. Но я считаю, что такая любовь не имеет никаких плодов. Она бессмысленна. Когда вы продолжаете контакт с таким человеком, вы заражаетесь его гордыней, и вместе с ним идете не ко спасению. Поэтому давайте разделять понятия о всепрощении Иисуса и о нашем здравом уме, когда мы общаемся с богоубийцами. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.